Все мусульмане в этот месяц с трепетом ожидают ночь Илья-Ля-Туль-Кадр. Этой ночью Всевышний Аллах дарует своим рабам свое прощение. Каждое поклонение Всевышнему Аллаху имеет свои внешние условия, а также имеет и нравственные условия. То есть если в нашем поклонении Всевышнему Аллаху присутствуют все составляющие условия, физические условия, внешние условия этого поклонения, но при этом отсутствует нравственная составляющая, нравственные условия, то это поклонение не будет принято Всевышним Аллахом. Это подтверждается хадисом Пророка, где посланник Аллаха сказал, Сколько же постящихся, у которых из этого поста, которым принадлежит, которые получают только лишь голод и жажду. Так же посланник Аллаха сказал, И сколько же тех, кто совершает ночные молитвы и получает из этих молитв только утомление. Всевышним Аллахом не принимаются наши поклонения, пока мы эти поклонения не будем украшать своим нравственным поведением. И в эту великую ночь, ночь прощения Лайла Тал-Кадр, ночь, в которой Всевышний Аллах прощает всем своим рабам, которые участвовали в Таравих молитве, которые этой ночью просили у Всевышнего Аллаха прощения, в хадисе посланник Аллаха говорит, Тот, кто простоит в молитве, ученые объясняют, в Таравих молитве даже, простоит эту ночь с верой во Всевышнего Аллаха и с надеждой на награду на Всевышнего Аллаха, то этому рабу будут прощены прежние его грехи. Но нельзя забывать о том, что есть такие люди, такие рабы Аллаха, которым Всевышний Аллах не простит грехи даже в ночь Лайла Тал-Кадр. В хадисе, который передается от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, хадис Кудси, в котором он рассказывает от Всевышнего Аллаха, посланник Аллаха, салам, рассказал, что ангелы спрашивают у Джибрилля, алейхиссалам, обращаясь к ним «Ма за фа'ала рабу фи хава и джил му'менин?» Что же, как же Всевышний Аллах поступил с нуждами уверовавших в эту ночь? Джибрилля, алейхиссалам, отвечает «Всевышний Аллах обратил к ним свой взор и простил им их грехи и смыл их от всех их проступков, за исключением четырех». И ангелы спросили «О, Джибрилля, а кто же это такие, которым Всевышний Аллах в ночь кадра не простит?» Джибрил, алейхиссалам, отвечает «Муддуми ну хамр», тот, кто распивает алкоголь. Алкоголь – матерь всей нечисти. Враг разума человечества. Причина всех бед и неудач, ошибок и неисправимых поступков. Это первый человек, кому Всевышний Аллах не простит в эту ночь. Если, конечно, он не успеет совершить раскаяние и решится на полный отказ, отход от этого греха. И далее спрашивают ангелы. Джибрил, алейхиссалам, отвечает «Ал-а-а-ку-ли-ва-ли-да-ихи» «Тот, кто непочтителен к своим родителям, неуважителен к ним, непослушен к своим родителям, груб в обращении со своими родителями. Родительский долг, священный долг мусульманина, после долга признания Творцом Всевышнего Аллаха, почитание родителей, это священный долг в исламе. Следующий человек, кому Всевышний Аллах не простит в ночь кадра, говорит Джибрил, «Тот, кто разорвал родственные узы, тот, кто не поддерживает родственные узы в радостях и в случаях печали, тот, кто не заботится о своих близких, просто забыл о них, разорвал свои узы родственные, это третий человек, кому Всевышний Аллах, невзирая на величие этой ночи, не простит». И последний человек, Джибрил, алейхиссалам, отвечает «Аль-Мушахин». «Аль-Мушахин» — это тот, кто в сердце утаивает презрение, злобу. И когда ангелы спросили, «А кто такой Мушахин?» «О, Джибрил», Джибрил, алейхиссалам, им отвечает, «Это тот, кто пребывает в ссоре со своим братом». Сегодня ссора, тот, кто пребывает в ссоре более трех дней, этот человек грешен. Этот человек лишается всякой возможности ответа на его мольбы от Всевышнего Аллаха. Для того, чтобы Всевышний Аллах простил нам наши грехи в эту ночь и ответил на наши мольбы, нужно быть уверовавшим во Всевышнего Аллаха рабом, исполняющим его предписания, его столпы, его религии, и ни в коем случае не оказаться в числе тех людей, о которых Джибрил, алейхиссалам, в хадисах Куцы рассказывает, «Да сделает нас, Всевышний Аллах, достойными его рабами, заслуживающими его милость в ночь кадра». Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok